христос воскресе вроде мы договорились что если о здоровье речь пойдет то я буду в белом а сейчас речь здоровье пойдет ну давайте уж как договорились так в общем то сделаем ну вот теперь я в белом и вопрос на который я отвечаю заключается в том что есть такое выражение иммунитет кишечники наш иммунитет в кишечнике и спрашивает человек верен ли этот такое выражение или нет и и мне честно говоря но не очень бы хотелось влезать в медицинскую тему и поскольку я все равно не медик и этого медики точнее скажут но я можно сказать в какой-то степени рейбеллитолог потому что всю жизнь занимался созданием и внедрением рекреационных программ то есть в санаториях в каких-то местностях в областях и так далее и эти рекреационные программы они конечно связаны прежде всего с средствами окружающей среды то есть курортом курортными средствами ну и конечно со системами питания питья и духовно-нравственного развития потому что это может быть только комплекс на когда люди я вижу едут на курорт где средства их выздоровления рекреации в большей степени чем у них например в заполярье но 14 дней занимаются радостями и ходит то несовпадение средств потребление природных и кишечных она конечно дает чаще вред чем значит пользу но те кто понимает вот такой комплексный подход и понимает как это все и где-то сосредотачивается те действительно скажут что и в кишечнике иммунитет потому что иммунитет это что это система гомеостаза организма давайте так скажем потому что некоторые считают что иммунитет это когда защищает организм этот от плохих но иммунитет это когда и дает хорошим то есть он не только убивает плохих, но и помогает размножению как говорится, хороших вот тогда он иммунитет тогда он действительно и на то и на другое конечно, называется все это в медицине по-другому то есть там есть и система защиты определенной степени но она называется есть система размножения или увеличения в организме все тоже называется и это конечно опять к моей дочери она все это хорошо знает а я могу сказать, что кишечники целый мир который больше чем все остальные клетки вашего организма в 10 раз по-моему где-то я тут читал что вот этих бактерий их больше чем весь организм в 10 раз больше того сейчас вот ученые уже признали что кишечник обладает неким своим умом то есть вот что значит ум то есть неким рассуждением что ему действует вот этот коллективный такой у него разум имеется ну у нас это все давно в пословицах поговорках и в наших этих живет желудком работает на желудок желудок им управляет вот кишка кишку бьет по башке кишка кишке бьет по башке то есть у них там тоже несогласие бывает как я понимаю в этой поговорке это выражено и естественно что и в кишечнике и в питании которые мы с вами себе организуем естественно есть иммунитет нет есть а что кишечник для иммунитета он вещества выделяет для тех кто занимается этим иммунитетом вот ведь как ведь вот на самом деле вот так кишечники то вот это бактерии палочки грибы плесень чего у нас там только не живет больше двухсот видов бактерий и когда говорят дисбактериоз то есть нехватка каких-то бактерий я однажды на эту тему разговаривал с академиком который сказал нет никакого дисбактериоза это невозможно значит установить каких конкретно бактерий не хватает потому что и тем более их добавить каким-то образом у нас идут в аптеках бифидобактерии лактобактерии и все остальное значит и мы их принимаем якобы для того чтобы насытить организм а какими а если у вас в кишечнике такие бактерии вообще нужны ли они вам они переполнения ли у вас уже от этого могут быть проблемы что там слишком много каких-то бактерий а вы еще купили и шарахнули их туда еще добавили и там сидел замечательный пульмонолог пульмонолог кстати и я говорю а что же делать как же восполнять свои вот эти бактерии и дисбактериоз свой лечить простакваша кефир вот если он суточный он есть суточный и есть значит свежий кефир вот мы с матушкой свежий на ночь пьем прямо сегодня квасим и сегодня же его потребляем у нас вот такая значит а суточный он поможет тем кто занимается утилизацией убийством грубо говоря а вот свежий он тем кто развитию помогает нужно этот кефир пить и мед вот все что вам нужно для того чтобы кишечник участвовал в создании вашего иммунитета по полной программе поэтому ответ очень простой да он участвует в составе иммунной системы нашего организма хотя он не есть иммунная система нашего организма но вещества он ей поставляет для как для защиты так и для развития только кишечника поставляет поэтому его соучастником можно сделать но я не знаю что вам это дает если вы живете другим образом жизни куда заливаете в этот кишечник яды химикаты ну ладно это другая проблема все ответ такой да участник он иммунитета как все является в нашем организме нашим врагом или нашим другом это все зависит от того как мы все это потребляем око ваше храните отцы нам святые сказали вот основы иммунитета наша с вами духовная и интеллектуальная целостность а все остальное только вспомогающая система здоровья всем радости аминь AA 1 2 3 4 выз elders 3 5